Герачи с утра до ночи на подсвет давали раз в сутки по два часа, у нас было самое лучшее детство. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очередное видео на канале ЯСтрепТФАО, Серега с вами. И сегодня я хочу вам рассказать, почему мы, я, моя семья уехали из Казахстана. Но сперва я хочу вас познакомить с тем местом, где я родился, и это совхоз, село Урюпенко, Акмолинская область, Окольский район. Это было не просто какое-то село, потому что у всех сразу стереотип, там маленькая деревня, три дома и больше ничего нет. У нас было крутое село, я вам хочу сказать. Это был большой-большой совхоз, и в него еще входило пять отделений, и вокруг него маленьких сел. Я могу вам даже сейчас по памяти перечислить. Это была Ерофеевка, Амалександровка, Ерназар, Бегачевка, Амангальды, по-моему. Ребята, не поверите, в этом селе просто было все. Во время Советского Союза, я сейчас просто по памяти перечислю. Ну, во-первых, как всегда, это школа, огромный детский дом, прачечная, совхозная баня, животноводство, скотоводство, бахчеводство, кирпичный завод. Ну, хлеб, конечно же, много полей с хлебом и все такое, все это давало людям много работы, занятостей. Но, к сожалению, грели 90-е годы, развал Советского Союза, и буквально в течение, может быть, пяти-шести лет из всего этого осталось буквально почти ничего, немножко полей, зерноводство. Школа работала, работает до сих пор школа, работает до сих пор детский дом. За счет них и держится моя маленькая родина, Урюпенко. Вот, конечно, это все больно, особенно было больно, наверное, нашим родителям, которые стали свидетелями всего этого, когда все врушилось просто как карточный домик. И были такие тяжелые времена, когда даже света не было. Свет давали раз в сутки по два часа. Наши мамы с сестрами оставляли свет включенный, и когда он загорался, все сразу скакивались, начинали стираться, духовка, чудо-печка, все работало, все пекли, сколько успевали. И я в это время, я это помню хорошо, потому что я как ребенок, я всегда ждал мультики, но света не было, я постоянно запрыгивал на диван, щелк-щелк, света нету, без конца ждал света. Ну, зато у нас было самое лучшее детство, я считаю. Это было супер. С городом не сравнить. Дубасить друг друга палками, особенно зима, эти сказочные времена, когда все нахер задуто было до крыш, до окон, утром открываешь так дверь, там стена снежная. Ну, родителям было особенно отцу, это не по кайфу, это ж надо было все откапывать, все хозяйство откапывать, коров, свиней, там сарай, баню и так далее. Но нам, детям, это было круто. Лететь с горки самого конька крыши по улице, где-нибудь вмочиться в забор. Ну, на основании этих событий пошел огромный отток. Все валили, кто куда. Россия, Украина, Германия. Аж пятки влипали в одно место. Чтобы продолжать жить, все ввели большое домашнее хозяйство. Коровы, свиньи, куры, гуси. Ну и, конечно, это требовало много работы. С утра до вечера нужно было горбатиться, чтобы вкусно кушать. И сдавать мясо, менять его на деньги, потому что деньги всегда нужны были. Ну, мне как-то это было не в напряг, это было обыденное, потому что я не застал тех времен, когда все было. Поэтому это было обычные будни, там 5-6 фляг, воды летом на Тачанке, зимой на корыте. Сарай, гомно, корыта. Ну, так вот, ну, все равно. Было клево. Пожалеешь, что уехал оттуда? Я первое время очень сильно переживал по этому поводу. Ну, мне как раз сколько, по-моему, 19 лет было. Как раз вот эти друзья, там, девчонки, друзья, такой, молодой такой, да, было. Первое время сильно ностальгия мучила. Честно признаюсь, сложно было просто. Чужая страна, никаких знаний языка, друзей не было там. А сейчас нормально, с годами оно как бы становится проще, или ты привыкаешь к этому чувству, или просто отступает. Ну, а как нас отвернуться вот, в Казахстан обратно? Куда? Не, завязывает и что? Об этом уже речи не может быть. Куда? К чему? Ну, а вот еще вопрос. А интересно, как было бы, если бы ты остался в своей там стиле? Могу представить, хорошего бы точно ничего не было, потому что я успел там 11 классов закончить, сделать права на грузовую легковую, БЦ категория, и неплохо сдал ЕНТ. Это единонациональный тест. Я потому что хотел поступать в Агротехнический университет города Астаны. Это были планы, мечты. На охотоведство, звероводство, факультет. Но для сельчан это очень тяжело, потому что учеба стоит денег огромных. А плюс еще в Астане жить, это тоже стоит огромных денег. А где их брать? Поэтому те семьи, которые отправляют своих детей на учебу в город, им нужно, не побоюсь этого слова, херачить, херачить с утра до ночи, нахер, горбы свои рвать спины, блядь. Чтобы вырастить это хозяйство, чтобы все это вырезать, сдавать на деньги, на копейки, все это отправлять, картошку, деньги, мясо, все в город, чтобы ребенок учил. Когда деньги есть, вообще хорошо учиться. Потому что вот я сейчас, не судите, но я скажу, в той же аграрке, на этих экзаменах, открываю доску, цены уже стоят, какую-то себе оценку хочешь. Какие потом ученики выходят, если он все себе экзамены купил, хереть, блядь, извиняюсь, надо запикать. Вот так вот. Ну, я сейчас пристали, я бы там остался, мне бы, наверное, очень было жалко своих родителей, которые бы, наверное, просто не вытянули, не вытянули на горбах это все своих, понимаете? Смотри, как красиво. И еще вопрос. А скучаешь вообще вот? Первые годы было жестко, когда приехал. Была сильная ностальгия. Просто слезы крокодили, и охота была домой. О, ми-ми-ми. Ты сейчас заплачешь. Мяу. Ну, потом, как я сразу занялся, пошел учиться везде туда-сюда, а потом просто не было скучать. Начались там знакомства новые, друзья, новый круг. Постоянно где-то учишься, что-то делаешь, работаешь. И, не знаю, некогда просто скучать. Поэтому, кляясь там, лежа на диване. Начинаешь все это ковыряться везде. Накручивать, да? В башке накручивать. Здесь очень много возможностей и есть чем заняться. Да. Так я скажу. А вообще бывают моменты, когда прям наплывет немножко, вот хочется. Так вот. Ну, не без этого. Правильно? Или нет? Что ж, дорогие друзья, давайте на этой нотке попрощаемся. До следующего видосика. Если понравилось лайк, не понравилось дизлайк. Ну, и какой-нибудь комментик напишите. Все, давайте, пока. Во, бля, вот это лужа. Ты-ты-ты-ты. Давно это хотел сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok